Доброго времени суток всем! Вы смотрите «Современный разговор» с российским политологом, основателем экспертной политической сети «Политрус» Виталием Арьковым. Добрый день! Виталий, рад тебя приветствовать! Добрый день России! Добрый день! Многочисленные и все растущие в числе зрителей и слушателей. Виталий, у нас на днях, буквально вчера, точнее две недели назад это произошло, такое событие, когда помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс Брайан как бы сделал попытку наехать на Азербайджан. Во-первых, нам запретили нашим высокопоставленным чиновникам посещать Соединенные Штаты Америки. Во-вторых, они применили вновь 907-ю поправку, это значит не будут оказывать военную помощь Азербайджану. Плюс опять по поводу Загизурского коридора высказались. Вчера буквально госсекретаря США Антони Бринкен связался по телефону с президентом Азербайджана и как бы решил сгладить углы, в том числе и попросил разрешения на визит того самого Брайана в Азербайджан. Президент Азербайджана согласился при условии, что после визита будет снят необыстной запрет на поездки высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в США. Как думаешь, с чем связана вот эта вот как бы рокировка обратная между Вашингтоном и Азербайджаном и с чем был связан вот этот выпад резкий в адрес Баку? Ну, откат назад в действиях Вашингтона связан, на мой взгляд, тем, что они не ожидали такой резкой ответной реакции Баку. Они, видимо, ожидали, что он прогнется, поднимет ручки, скажет, мы извиняемся, мы так больше поступать не будем, мы там на Ваши все условия согласимся, но этого не произошло, потому что не на тех нарвались, это не Армения. Жесткий ответ Баку и господина Алиева, он, я думаю, отрезил некоторых политиков за океаном о том, что подобный тон общения с Азербайджаном не уместен и не проходит. А терять такого, ну пусть не союзника, но партнера в регионе им не хочется, потому что Азербайджан – это ключевое государство Южного Кавказа, да, это ворота по многим транспортным коридорам, это богатая на углеводороды страна и ссорится на пустом месте из-за Армении. Даже не то, что из Армении, из-за надуманных историй, куда завязана Армения, они не хотят. То есть это не та причина, из-за которой можно раздавать конфронтации. Единственное, будут пытаться теперь мягко, то есть кнут не подействовал, теперь будут с пряниками приедут Брайан в Баку, условно говоря. От этого накормят пахлавой. Мы знаем, что вот эти вот действия у Брайана по совершению причин тому, что Азербайджан отказался от участия в очередном раунде переговоров между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, который состоялся, должен был быть 20 ноября в Вашингтоне, в США. А с другой стороны, мы видим, что Париж все время тоже мучит воду и как бы свел на нет усилий Евросоюза в лице Шарля Мишеля. А с другой стороны, мы видим, что Пашинян и вообще армянские политические деятели отказываются летать на территорию России. И получается, что три платформы для проведения переговоров между Баку и Ереваном, они как бы потеряли актуальность в этих условиях. Как считаешь перспективы не то что подписания мирного договора, а вот продолжение переговоров между Баку и Ереваном, это я не имею в виду то, что они должны договариваться по делимитации, демаркации, которая завтра должна быть встреча, а вообще вот между главами Азербайджана и Армении, главными внешнеполитических ведомств двух стран, насколько они вероятны? Как раз я раньше упомянула о этой встрече, которая должна завтра состояться двухсторонней, это, на мой взгляд, одно из правильных развитий ситуации, когда страны, имея возможность двухстороннего контакта, должны его развивать. Раньше были сложности, были непримиримые вопросы, теперь есть сближения, и я думаю, что нельзя отказываться, и мы прекрасно понимаем, что Армения уже не имеет, собственно, внешней политики, и она действует по указке из Парижа, да, и поэтому как там скажут, как там прикрикнут, так Еревана поступает. Недавнее заявление армянских политиков о том, что они боятся встреч с Баку, что им нужен третий посредник, который будет гарантом не нападения со стороны Азербайджана, но это выглядит немножко смешно, потому что там есть Россия, есть Туция, есть Евросоюз, да, пожалуйста, куча посредников, даже есть США далеко, но вот они, видимо, хотят конкретно Францию втянуть, не то что хотят, а им поставлена задача переговорных процессов заставить Баку принять условия Франции, что она является главным посредником переговоров с Арменией. То есть вести переговоры Баку будет по факту не с Иреваном, а с Парижем, да? По задумке самого Макрона, да? Если мы вернемся к переговорным площадкам, я думаю, что Москва была, есть и остается площадкой, также будет, я думаю, Брюссель. С одной стороны, от обратного, я думаю, рано или поздно все-таки очередная волна такого недопонимания между Евросоюзом и Азербайджаном пройдет, потому что там, как я привел пример США, также, я думаю, поймут Евросоюзи, когда с Азербайджаном такой тон общения неприемлем. Мы это видели уже несколько лет назад, когда там резкие были заявления еврочиновников, Европарламента, там обвиняли Азербайджан безосновательно в нарушении прав человека и так далее, а потом было примирение, началось общение. Сейчас мы знаем, что тогда Евросоюз был все-таки еще немножко под влиянием Германии, сейчас он полностью лежит под Парижем, и понятно, почему такие действия происходят там. И такие звучат, допустим, заявления от того же Европарламента, да, недавние. Потому что это все, опять-таки, идет только указка из Парижа, задание. Думаю, рано или поздно это закончится. Как и закончится такая конфронтация между нынешним руководством Армении и Кремлем, поскольку, ну, будем говорить, что век Никола Пашаряна, я имею в виду, на посту премьера Армению не долг, со сменой власти в Армении, я думаю, многое изменится. Я забыл упомянуть, что вот когда Джеймсон Брайан выступал, мы видим, что к российским миротворцам, которые находятся в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, были претензии и азербайджанской стороны, и армянской. Но тем не менее, мы сейчас видим то, что на земле происходит, миротворцы сворачивают свою деятельность, закрываются пункты, где они проводили вот дежурство, осуществляли контроль. Вот Брайан заявил о том, что они хотят, ну, в принципе, уже давно, и Ереван об этом заявляет, что мы хотим на территории Азербайджана, на территории Азербайджана разместить международных миротворцев. Что касается того, что вот, как ты сказал, Соединенные Штаты обдумали, как говорится, ответные действия Баку, и решили, как бы, откат сделать. Не секрет, что у России тоже свои интересы, потому что Вашингтон свои интересы блюдет, а Россия свои интересы блюдет здесь. По этому поводу хотелось тебя спросить. И вот по поводу того, что вот сейчас противостояние идет между Москвой и Ереваном, в том числе вот вопрос, касающийся ОДКБ. С одной стороны, Ереван продолжает оставаться как бы полноценным, полномочным представителем в этой организации, с другой стороны, они игнорируют мероприятия этой организации. Кроме того, вот мы видим, что настроение крайне решительно против России в Армении, и в том числе обвиняют в том, что российская сторона перекрывает верхний ЛАРС для армянских грузовиков. Я просто решил охватить как бы полностью, поэтому такой длинный вопрос получился. Я постараюсь не забыть все вопросы. Начнем с того, что Карабах — это международная признанная территория Азербайджана. И именно Азербайджан официально в Баку решать, какие именно миротворцы вообще нужны ли они там будут находиться в Карабахе. Сейчас, да, с одной стороны, сворачиваются простые наблюдательные миротворцы, но работа у них остается, поскольку мы знаем, что немало… Во-первых, там остается часть карабахских армян, они проживают. И я знаю, что немало семей карабахских армян, которые в свое время поддавшись панике и пропаганде из Еревана убежали в Армению осенью этого года, многие из них желают вернуться в Карабах сейчас. Другой вопрос, что армянская страна их не упускает, что удивительно. Азербайджан их приглашает, возвращайтесь, пожалуйста, мы вас ждем, а армянская страна их не упускает, придумают в том числе даже угрозы. Потому что это ломает своих концепцию, что якобы Азербайджан агрессор. Такой же агрессор, если карабахские армяне хотят вернуться, и будет у них нормальная жизнь. То есть это ломает все их фейки, геноциды армян в Карабахе и так далее. Так вот, все равно сложности будут, потому что столько лет напряженности между армянским и азербайджанским народом даром не прошли. И когда эти семьи, я думаю, что они вернутся в Карабах, оттуда же будут возвращаться уже, я так понимаю, скоро. и вынужденные беженцы азербайджанские, вот это совместное проживание, какое-то время будет трение. Потому что там много вопросов. Часть из них будет урегулироваться вот этой комиссией, которая создается от общественности, Карабаха и армянской, и официального Баку. Но часть вопросов бытовых они все равно будет. И как раз миротворцы, в данном случае российские, будут таким вот, допустим, не буфером, а миротворцами. Они будут применять эти стороны, помогать им снова жить вместе в мире и добрососедстве. Я живу именно на территории Карабаха. Что касается международных наблюдателей, миротворцев, мы помним реакцию официального Баку на появление мониторинговой группы в Армении, преимущественно состоящих из французских граждан, при этом это, назовем, ветераны иностранного легиона, а то и действующие офицеры французской армии. Жандармы. И учитывая нынешние напряженные отношения между Баку и Парижем, я сомневаюсь, что господин Алиев, в целом проговорство Азербайджана захочет видеть. Но, по сути, корпус экспозиционный французский у себя на территории Карабаха. Мы понимаем, какая-то угроза для суверенитета Азербайджана. Они там появятся как миротворцы, а через два месяца скажут, «Карабах – это Армения» и все, и мы будем его возвращать Армении. Ничего нельзя исключать с учетом той политики, которую проводит нынешнее руководство Франции. Поэтому опасение Баку и настороженность, она совершенно оправдана. А учитывая то, что Париж сейчас имеет огромное влияние на Евросоюз, даже если там появятся не только французские граждане, среди миротворцев, поляки, немцы и так далее, но, по сути, все-таки руководство будет осуществлять Париж так или иначе, угроза сохраняется. В конце концов, у Баку прекрасные отношения с другими членами ОДКБ, помимо Армении, и Беларусь, и Казахстан. Вполне на территории Карабаха могут разместиться не только российские, но, допустим, казахстанские миротворцы. Это тоже тюркский народ, да, и пожалуйста. Прекрасные отношения с белорусами. Могут в Беларусь разместиться. Да те же турки, именно турецкие миротворцы могут тоже. Но там будут сложности, понятно, с армянским на среднем, но, тем не менее, пожалуйста. Вот и вот будет международное миротворство. А что касается верхнего Ларса? Ну, я живу в России, да, я прекрасно вижу, тем более, я живу в том регионе, который является как раз транзитом. Через наш регион идут грузовики с товарами через южные обороты России, да. Ежедневно, как водитель, я, конечно, возмущен в перегруженности дорог. Так вот, это не только грузинские или турецкие, или иранские грузовики по номерам, азербайджанские, но и армянские. То есть какие-то, возможно, задержки есть, чисто технически, потому что начинается зима, сложности с перевалами и так далее. Загруженность сейчас. Мы прекрасно знаем, что западные ворота России закрыты. Там недавние события, да, с Финляндии, которая закрывает, вот, пропуск, допустим. Да, там, сегодня, по-моему, Эстония заявила о намерении тоже закрыть границу. В том числе для грузовиков и для всего, да, транзита с Россией. Понятно, что южные ворота России ставят сейчас, то есть туда весь удар идет, нагрузка идет. Поэтому, конечно, наверное, есть сложности. Несмотря на то, что Верхний Ларс, мы видели, ну, по крайней мере, СССР на России, он последний год активно модернизировался. Там увеличено количество пропускных пунктов, там увеличено количество полос. То есть он расширился. Ну, наверное, еще есть вопросы, что везут армянские, скажем так, грузовики. Если товары, которые нужны России, их, естественно, впустят. Поэтому, я думаю, это, знаете, это не то, что ложь, это какая-то попытка подменить. А мы привыкли, что армянская страна, азербайджанцы прекрасно знают, что она врет и сама же себя перевирает постоянно. То есть доверять армянским политикам и армянским СМИ, ну, я думаю, не стоит заявлением. Виталий, я уже упомянул ранее Джеймса О'Брайена. Он, в том числе, говорил по поводу Зангизурского коридора, что мы не позволим как бы военным путем это прокладывать. Также мы будем против того, чтобы Баку осуществлял перевозки через территорию Ирана. Я думаю, что все, что появилась там миссия Евросоюза, не секрет ни для кого. В принципе, для тебя тоже не секрет. Они не хотят, чтобы вот этот Зангизурский коридор, в котором заинтересована не только Россия, но и многие игроки мировые, в том числе Китай и европейские получатели и поставщики. Например, Запад хотел бы, чтобы там контроль осуществлялся не российскими пограничниками. Вот почему вся вот этот канитель. С другой стороны, вот как Россия будет реагировать на то, что Армения сделала крен резкий в сторону Запада и пытается выдавить Москву из региона. Кроме того, вот ты сказал, что премьер-министр Никол Пашинян не вечно будет находиться во власти. Что ты вкладывал в эти слова? Ну, начну, наверное, с того, что меня крайне возмущает откровенно вмешательство США во внутренние дела и во внешнюю политику Азербайджана, то есть запрет или нежелание, чтобы Азербайджан использовал территорию Ирана, транзит от своих грузов на хичеванскую автономию. Это отношения между Азербайджаном и Ираном, двусторонние. Никоим образом это не должно волновать третьи страны. Хотя мы понимаем прекрасно, что это коридором времени, надо вынуждены, зная не самые простые отношения, хотя они сейчас улучшаются, это мы видим, а между Ираном и Баку, потому что вопросы остаются. И появление такой коридора – это как раз шаг к улучшению этих отношений. Что касается коридора Зангизурского, да, совершенно прав, потому что это же не только транспортная артерия между Нахичеванем и Большим Азербайджаном, это один из рукавов большого мультимодального транспортного коридора Север-Юг, в котором заинтересованы многие участники, совершенно прав, Индия, Китай и так далее. Понятно, что Западу не хочется реализации тех проектов, которые не находятся под их контролем. Поэтому всяческие препятствия Армении, она стала инструментом для этого. Хотя реализация этого Зангизурского коридора, его функционирования и в целом масштабного Север-Юг, от него только плюсы для Армении, для ее экономики, для ее будущего. Страна, не имеющая ни выхода к морю, ни ресурсов, ни объемов полезных ископаемых. Будем прямо говорить, из всех трех республик Южного Кавказа она самая бедная и самая обделенная, наверное, в этом плане. И выпадает такой шанс жить за счет транзита. Это подарок судьбы, но под влиянием внешних факторов армянские власти лишают свой народ будущего, относительно безбедного, скажем так. Потому что мы понимаем, какие-то деньги принесет. Это на многие-многие годы даст тысячи рабочих мест, огромное отчисление в налоговую сферу, это сопутствующая сфера будет развиваться. То есть многие страны бьются за то, чтобы по их территории проходили подробные транспортные коридоры. Армения сама от этого отказывается. Это не идиотизм нынешнего руководства Армении? Я на месте граждан Армении, наверное, уже поганой метлой выгнал Пашиняна с проспекта Баграмяна, с резиденции и так далее. Я думаю, скоро это произойдет. Это как раз от твоего вопроса. Почему? Там скоро сменится. Потому что все очевидно. Последние замеры соцслужб показывают, что рейтинг доверия Пашиняна и его свори, я даже не могу назвать командой этой, там на уровне 13-15 процентов. То есть если вдруг сейчас в Армении произойдет не та мнимая цветная революция 18-го года, когда пришел к власти Пашинян, когда его привели к власти, с определенными целями он туда заведен был, в том числе решение Карабахского вопроса, то есть сдать все оккупированные территории, если подойдет на реальную революцию, то есть народ-то поддерживать Пашиняна не будет. Никто за него не выйдет. Возможно, за него уступятся единственное условные миротворцы, французские, которые находятся на территории Армении. Но, с другой стороны, зачем Франция поддерживает свою марионетку, которая сама себе не может обеспечить устойчивость стране. Им проще другого человека завести, либо там, скажем так, компромиссную фигуру. Тот же пример Грузии, где до недавнего времени, в принципе, был компромисс между Западом и США, и тоже Францией. Сколько мы знаем, корни Соломеза Рубишвили и России. Вот такой вариант я не исключаю, что при определенной развитии ситуации мы в Армении получим вторую Грузию. Именно такой паритет интересов разных стран. Немножко пошире, там же еще Иран имеет сильное влияние. Но я думаю, что это на благо. И опять я прихожу к другому вопросу, о том, что есть интерес у России на Южном Кавказе. Есть у США, есть у Франции. Есть, конечно, как есть у Турции, как есть у Ирана. Есть у Китая. Мы видим, как Китай активно сейчас заходит на Южный Кавказ во все республики. Южного Кавказа во все государства. Это по привычке республики за Кавказе. Прошу меня извините. Думаю, в этом ничего плохого нет. Мы называемся Республика Азербайджан, Азербайджанская Республика, Республика Армения. Мы как бы республики. Некоторые относятся к этому болезненно. Проводят паралеки по союзной республике. Но с учетом вот этого проекта Россия активно участвует. В том проекте 3 плюс 3 вот эта площадка. Сейчас она как бы 3 плюс 2. Пока Грузия официально не участвует в этом проекте. Но мы видим, тем не менее, тесные взаимоотношения России с Грузией сейчас. Или Грузия с Россией экономически. То есть формально Грузия с Россией не будет взаимодействовать. Мы с Грузией не будем восстанавливать. Это вот публично. А вот за кулисьей активная экономическая деятельность. Идет тот же сам грузов через Грузию и так далее. То есть в Грузии понимают важность развития отношений с крупными соседями. Деваться некуда. Как Азербайджан. Мы живем рядом с крупными мощными соседниками. Турция, Иран, Россия. Это неизбежно. С ними нужно как минимум отношения не портить. А лучше дружить и экономически взаимодействовать. Потому что это на благо всех. Тем более, что все три мощные державы, они как раз в формат 3 плюс 3 предлагают именно взаимодействие равное. Это не о том, что, не знаю, привычка называть Стамбул, Анкара, либо Россия, либо Москва запрещает Баку или Еревану взаимодействовать с Брюсселем и Сашингтоном. Да пожалуйста, взаимодействуйте. Многоректорная политика внешняя и должна быть у любого государства. Это нормально. Даже Россия, допустим, она активно взаимодействует и с Арменией, и с Азербайджаном. Убоку уже не вызывает претензий или требования в Коскедии. Нет, вы там с Арменией не общаетесь. Все взрослые люди, все прекрасно все понимают. Но в какой-то формате это вообще не должен быть. И еще один фактор. Он, кстати, очень показателен на примере Центральной Азии. Но я думаю, и на Южно-Кавказе это возникнет ситуация, когда просто в Центральной Азии Китай уже достаточно монолитно находится. И попытки туда сейчас зайти со стороны США и Евросоюза, они безуспешны. Они приезжают, их принимают с восточным гостеприимством. Там много говорят, кляши, танцуют, кормят местными вкусностями. Но ничего не продолжается, потому что нет результата. Потому что Китай четко обозначил, что это зона его интересов. Где-то находится, допустим, в России. Где исторически есть интересы. В Британии, как и на Южном Кавказе. Но никому из, скажем так, старых интересантов, там не нужны новые. Ни Франция, ни США, ни Евросоюз. Так и будет с Южным Кавказом. При этом Брайан с ним не пообщается. Я считаю, что он должен отчасти извиниться перед господином Алиевым за те слова, которые он озвучил. Все-таки достаточно оскорбительные были в отношении Азербайджана. Если он политик серьезен, то он должен как-то принести извинения. В принципе, да, это не парламентарий. Это сотрудник МИДа. Да, да. Вот департамент. То есть для дипломата подобного сказания недопустимо. Совершенно недопустимо. Ну, сейчас говорят о том, что вот в Соединенных Штатах Америки ожидается начало уже предвыборной кампании. А мы знаем, что там большое количество избирателей, граждан США, армянской национальности. Да, да. Это вообще отдельный вопрос. Сейчас они просто с ними заигрывают демократы. И перед выборами в Конгресс, и перед выборами президента США. Армянская община, она многочисленная, она электорально очень активна. И насколько я общался с коллегами США, они говорят, что компактное проживание армян как раз в тех штатах, где сейчас передается все-таки по вопросам, по замерам у республиканцев. И такой игровой с Арменией Белодом пытается понравиться армянским избирателям США. Ну посмотрим. То есть в этом среде мы уже говорим нашим армянским там, всем нашим братьям, да. Не обманывайтесь. Вас обманывают, вас ходят за нос. Это политическая игра внутри США. Никому вы там не интересны, никто о вас не переживает и не заботится. Вами просто пользуются. Ну люди хотят обмануться, поэтому... В отличие от предыдущих президентов США, Байден произнес слово «геноцид армян». Ну в принципе эта идея у них до 2015 года начинала как-то вот подогревалась, подогревалась, как бы они столетия отметили, сошло на нет. Но произнес Байден это слово и что дальше? Вот, кстати, по поводу недипломатичных высказаний дипломатов, да, буквально на днях вчера, по-моему, могу ошибаться, глава евродипломатии Жозеф Боррель, да, то есть поднял другую фразу, когда он там говорил о том, что от них требуют увеличить помощь, гуманитарную помощь мирным жителям газы, калестинцам. Он поднялся, ну просто до предела циничную фразу, а зачем кормить людей, если их завтра убьют? Вот такие сейчас политики и в США дипломаты, и в Европе, да, вот, ну как, 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 как в счет возможно? Виталий, уже более 50 дней продолжаются военные действия в секторе газа. Этот вопрос обходить стороной сейчас, в принципе, невозможно. Ты сам, в принципе, я собирался этот вопрос задать, ты сам Борреля в этом плане как бы упомянул. Вот сейчас уже несколько дней идут как бы перемирия объявлено, стороны меняются в сектор газа. Палестинцы, или Хамас, так скажем, выдают Израилю заложников, которые были захвачены 7 октября. Израиль передает Палестине, находящейся уже несколько лет в тюрьмах, юношей 14-17 лет, палестинских, которые отбывали там наказание, и одна девушка есть 15-летняя. И вот идут разговоры о том, что вот этот как бы процесс будет продолжен, перемирие будет продолжаться как можно дольше. С чем это связано, и вообще, как, значит, будут дальше развиваться события. Мы ожидали, что говорилось о том, что Иран будет туда активно внедряться против Израиля, но мы видим, что открыто этого не происходит. Кроме того, вот война между Украиной и Россией отошли на второй план. После того, как 7 октября началось вот это противостояние военное вокруг сектора газа, и мы видим, что помощь и финансовая, и военная Украине со стороны запада коллективного уменьшается. Кроме того, очень многие говорят о том, что Россия сейчас не враг номер один для США, для США враг номер один для Китая. Ну, давайте непосредственно, наверное, на ситуацию на Ближнем Востоке начнем. Нам надо, наверное, разделить тех лиц, которые... Это хоть обмен, которым происходит, да? То есть, если Хамаса дает заложников, которые они измеряли, это в основном женщины и дети, мирные абсолютно, да? Несчастные люди. То те персоны, которых выдает Израиль обратно Хамас, да? Формально вы там назвали возраст, да? Подростки. Но это боевики по факту. И не нужно питать иллюзии, что эти там подростки вернутся, ну, все вернутся к мирной жизни. Я думаю, как раз, проведя там за стенках какой-то период, они сейчас примкнут к рядам боевиков, возьмут оружие и снова его направят на Израиль. Большей частью. К сожалению. Потому что террористы, Хамас — это абсолютная террористическая организация, да? А сейчас, настолько мне известно, огромное влияние бывшей ИГИЛ, да? Там, в том числе, боевики находятся, условно говоря, инструкторы, но у них другой термин, да? Ну, еще говорят, что они, как бы, ответвление братьев-мусульман. Да, там много версий, но, тем не менее, Хамас из такой, все-таки, более политической в свое время структуры, он превратился именно прямо в террористов. И последнее действие, вот, нападение на Израиль, да? Кто бы там за ним не стоял, какие-то там не были бенефициары, но методы, которые он используется — это абсолютный терроризм. Чистейший воды — терроризм. Захват заложников, убийство, там, детей и девушек. Это терроризм. Какими бы он там благими целями не прикрывался. Что касается, вот, кстати, да, с одной стороны, вот, поддержка Соединёнными Штатами своего партнёра на Ближнем Востоке Израиля, Белым Домом, она им прибавила очков и перед выборами, с одной стороны. То есть, мы знаем, еврейская община из США, да и мировая, она... поддерживает США в этом плане и Белым Домом. Но то огромное международное сейчас... Не то, что противодействие, скажем так, поддержка со стороны мусульман, Палестин и Газа, да, а мы помним, что в США тоже немало проживает мусульман. И это волнует сейчас очень сильно Белым Домом руководства США. Мы видели уже массовые протесты в Европе, да, мусульман. И это боятся США именно в предуборный период. То есть, чем более агрессивно ведёт себя Израиль в Газе, чем там страшнее безумство, да, убийство мирных граждан, тем это опаснее для всего остального мира. Потому что война на Ближнем Востоке, она уже не только Палестин-Израильский конфликт, и уже даже не то, что арабо-израильский конфликт, да, это уже мусульманы-израильский конфликт, потому что мы знаем, что... Мы слышали заявление Турции, мы слышали заявление Анкары, Стояны, да, а не только Тагераны. Это грозное заявление. Что касается, почему Иран не вмешивается, да, хотя он грозит, но потому что есть угроза попытка втянуть Иран в этот конфликт, чтобы был повод для нападения на него. В другой стиле сейчас, насколько я понимаю, Вашингтон не хотел бы прямого военного столкновения с Ираном, насколько он понимает, что это третья мировая война со всем мусульманским миром. Несмотря на шииты, суниты и так далее, да, тем не менее. Тем более, любая боевая операция с Ираном, да, это сразу перекрытие Армурского пролива, это взлетают цены на нефть астрономических, и это рушится экономика прежде всего США. Потому что, насколько я знаю, да, но больше половины нефти из Ближнего Востока как раз проходит через контролируемый Иран в данном водной артерии. Иран-танкер. Они будут перекрыты, и все. Это то же самое, почему, допустим, нет… Вы сказали про Китай, да, а почему не переходит вот это противостояние между Китаем, материком и Китаем, астроном, или Тайванем, да, не переходит к боевым действиям, потому что, да, как этот пролив, как он, не помню, называется тайваньском, да, идет львиная доля тоже транзита, транзита грузов из Азии в Европу. Он тоже перекрывается, все, вся мировая экономика становится. Это эффект этой бабочки, который где-то там… По шнаком придавили, и все, и все рухнуло. А воздействие вот этого взрыва на Ближнем Востоке, на Китайский, ой, на Киевский, Московский… Ну, смотрите… Для США… Мы сейчас не будем там в конспирологии, что США этот конфликт на Ближнем Востоке развязали, хотя об этом уже многие говорят даже о самих США. Для них это было выгодно. Они формально… Для них это было удобное объяснение, почему они переключились с Киева на Тель-Авив, да? Потому что, ну, понятно, что, допустим, Израиль гораздо важнее для США, чем Украина. Ну, мы же понимаем, что в украинском конфликте запад проиграл практически уже, все. И надо как-то эту ситуацию разруливать, как-то спускать этот процесс на тормозах, аккуратненько, аккуратненько, не признавая себя пораженной стороной, да, поигравшей стороной. То, что сейчас сокращается финансирование Украины, с одной стороны, это сугубо предвыборный шаг, потому что многие избиратели недовольны тем, что огромные финансы, которые тратились из бюджета США на Украину, они не принесли ожидаемых результатов. Ну, тот же самый этот контрнаступ, да, который так был раскручен, в итоге он вышел в гудок, да, то есть все топчутся на одном месте, то есть преимущества у киевского режима нет. То есть успехов на поле боевых нет, а деньги сумасшедшие. Возникают вопросы, а тему подогревают естественные республиканцы, да, раскручивают. И коррупцию, не только на Украине, да, распилить их денег, но и самих США. Мы понимаем, что, видимо, часть денег, которая выделяется на Украину, она возвращается, так или иначе, тем людям в Белом доме или там на холме капиталистском, кто принимает эти решения, да. Ну, это предвыборно. Я думаю, что, если это, допустим, сохраняться у власти демократа, то после выборов президента в ноябре, там, или в январе, ну, когда пойдет инаугурация в 2025 году, возможно, если к тому времени еще, не дай бог, не дай бог, конечно, конфет будет продолжаться на Украине, то финансирование будет восстановлено. Потому что это все-таки, это бизнес. Будем прямо говорить, это бизнес. И бизнес оборонного лобби США, и бизнес тех людей и политиков, причастных к этому американских, они нам зарабатывают. Спасибо большое, Виталий. Извини, что было очень много вопросов, самых разнообразных. Уважаемые дамы и господа, вы смотрели беседу с российским политологом, основателем экспертно-энергетической сети «Политрус» Виталией Марковым на моем YouTube-канале, авторском «Современный разговор» с Россией Бабаевым. Еще раз благодарю тебя, Виталий, за то, что вышел в эфир. Да, вам спасибо. Всего хорошего, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!